Сейчас будет прочитана одна проповедь Иоанна Златоуста из книги, называемой «Златоуст», изданной в 1913 году. По этой книге сегодня читает по учению иногда в церквах. Прочитана будет с частичным переводом. В понедельник пятой недели поста святого Иоанна Златоустого. Повесть душеполезная о настоящем всем житии. В виде притчи о дворе и о змее. Лист 106 на обороте. Слово 44. Во все времена возлюбленные, архиереи и пастыри и начальники наши, ставшие ради нас священниками божественного слова, прилежно стараются слово учения нам преподать для спасения нашего. Знай, что и нас вместе с паствою пасет человеколюбец, сказавший разгневанному Моисею, «Ибо не ты пасешь, народ мой, но я ради тебя». Его и мы немощные призываем ныне, его, дарующего все без упрека, источник даров дарующего и укрепляющего своею силою нашу немощь, и умудряющего наше безумие неизреченную своей мудростью и благодатью. Когда я, размышляя о первозданном Адаме, то удивляюсь, и помышляя, ужасаюсь и наполняюсь недоумением. Как он, будучи создан руками Божиими и быв собеседник Богу, он, созданный рукою Божией и им почтенный, сподобившийся иметь и жилище райское, и поставленный господином над всею тварью, и когда приступил единую заповедь, вдруг столь многих благ лишился и всякой чести, и славы, и царства. И в один час всяких даров, как одеяние, обнажился и отпал, и из рая был изгнан и сошел во глубину нищеты и страстей. Когда же, братья, начинаю размышлять о едином преступлении, а не послушании, и зная, сколь многие наши грехи, то погружаюсь в отчаяние. Когда же помысл мой возвожу к разбойнику, и, видя, что он спасен был единым словом, истребивший бесчисленные согрешения его, тогда усердно притекаю к покаянию. «Потому что тот пал от дела своего, а сей словом спасен был. Он, видя множество чудес, не повиновался зиждителю, а сей же, никого не видев, но только Христа одного, и притом распятого, уверовал в него. Велико различие между ними, и это неравенство при рассуждении, видим, какое между душой и телом. У разбойника не было никакого доброго дела, но он только сказал, помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое. Все, кто Христово ученики, надейтесь и старайтесь иметь такую веру, и в добродетели преуспевайте, да получите спасение, как и разбойник тот. Всякий человек, крещеного во имя Отца и Сына и Святого Духа, исподобившийся быть причастником божественного общения, должен следовать с ним путем. Святой Евангелий говорит, никого не обидь, не злословь, не отнимай насильно ничего. Будучи обижаем, будь терпелив до конца. Ударившему тебя в щеку, обрати и другую. Если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним и два. Но это нужно претерпевать от единоверных. И никто из христиан не понес этой заповеди. Когда же пришел тяжкий гнет из мельтян, о котором мы слышать было страшно, однако терпим и не желая того. Если бы терпели от единоверных, больше награду приняли бы. А мы не то, что бы вторую планету обратить, но и удар по одной не терпим. Да и более того, сами дерзаем обижать братьев. За всякий соделанный грех надо бы накаяться перед Богом, а не впадать в обольщение суетного сего жития. Прошу напрячь все ваше внимание и уразуметь силу этой притчи, которую хочу предложить вашей любви. Жизнь наша, возлюбленная, уподобляется такому житию. Вот один человек поселился в имении с женой своей и с единственным сыном, с одним рабом. И в доме том была смертоносная змея. Человек этот от многих слышал, что змея-то о всех поселяющихся в том имении всегда умерщвляла. И так было от самого начала. И помыслив себе, сказал, или мне нужно уйти от двора сего, или змею убить, которая есть похоть сребролюбия. И пошел убить змею. И нашел перед нею золотник Аравицкий. И взял его и сказал, если бы змея хотела сия умертвить нас, то не дала бы золотник сей. Когда она и другой принесет мне, то не убью ее. И когда пришел на завтра и нашел второй золотник, и помыслил, говоря к себе, змея сия недостойна смерти, но она чести великой достойна. И прибыла сия змея несколько времени, давая золотники, и ничем не повреждала ему. И возвеселился человек тот радости великою, что не убил змею. И имел же человек тот у себя коня многоценного. И пришедший змея укусила коня его и умертвила его. Толкование. Двор есть возлюбленное, житие это. А змея же, миродержитель, лукавый враг, который подстерегает пету каждого, чтобы умертвить его. Золотник же есть, лукавая похоть, всегда ведущая в погибель. Яд же змеиный есть, грех, всех прерщая и умерщляя. Как апостол Яков говорит, похоть за чанши рождает грех, а грех же совершившийся рождает смерть. Грехов ради наших Бог нас и казнит, посылая смерть на скотов наших, устрашая нас, чтобы мы правду делали, чтобы мы пребывали в законе его. Если же начинаем не бречь осемь, то еще большее находит на нас беды. И увидел человек тот коня своего умерщленным и воскорбел, и начал проклинать двор и змею, говоря в себе, если ядовитое сия змея так умерщляет, то подобает нам прежде убить ее, чтобы когда-нибудь она и нас не умертвила. И пришел убить ее, и нашел заводник по обычаю, и сказал, если конь не погиб, то почему заводники на всякий день я опять нахожу, и должен их погубить. Если коня и умертвила змея, но человекам не вредит, и пребывало несколько времени, пребыл тот человек на всякий день, взимая золотники, и никакого вреда больше не было. И когда увидела змея человека, что он перестал беречься, пришла и ужалила раба его спящего, и тот громко возопиял. Пришел господин его, снова начал проклинать змею и имение, и проклинал безумие свое. Так и мы в добрый день не поминаем смерти, а будет какая беда или болезнь, то мы изнемогаем и проклинаем жизнь эту, и обеты полагаем, не делать более неправды. А если пройдет беда или печаль, тогда снова сбоя делаем, да и хуже первого. Во благоденствии, и без печали живя, и суда Божия не бояся. Когда же увидел человек раба своего, сильно болящего, и не смог уврачевать его, и умер тот раб, то господин его, совсем уже решился убить змею, и пришел на место, и снова нашел золотник, и взял его. И так ослеплен был похотью сребролюбства, что и не убил змею, и не устрашился безумный суда Божией казни. Нас вразумляет Бог, рабы наши отнимает от нас. Живы без печали человек тот, не родя смерти, змея же, прийдя ночью, и укусила сына его. И начал отец рыдать о сыне своем, бия в перси свои руками, увы, восклицая и проклиная двор, и змею, и себя, так и мы. Когда у кого из нас дети умирать начинают, за неправду и за множество грехов наших, то мы сразу же начинаем ненавидеть и жизнь сию, и начинаем клясть, и говоря, лучше бы не познать нам и жизнь эту. О, горе нам, братья, если видим детей своих умирающих, а не наказуемся, то что отсели мы чаем, да будет известно, что ждут нас вечные муки. Еще бедами, если и не вразумляемся, и казнями, когда разгневался Бог на фару отца Авраама, и уморил сына его Арана, дабы он принял это на себя, но он не вразумился, даже и сам погиб. В первых родах не умирал сын перед отцом, а мы же такие, сегодня неутешно плачем о умерших, а наутро неправды снова творим, и нисколько не боимся смерти. Когда мертвого провожаем, тогда плачемся очень, а отшед от гроба снова напиваемся и начинаем всякое кощунство творить. И увидел человек сына своего изнемогающего и призвал врачей, и молил их, дабы они уврачевали сына его, и много трудился, но ничего не успел, и умер сын, и снова начал клясться отец его в печали великой, что убьет змею, говоря, да коли же я буду таким безумным и бессмысленным, и никак не могу я сам возбояться Бога и начать правду делать. Но вот прошло немного времени, снова змея начала подавать ему золотники, и он вознеродел, не боясь казни Божией, ради собрания серебра пагубного, без печали, живя в лесте жития сего. И внезапно змея ужалила, прийдя жену его. И так же смерть, как тать приходит, в день, в который мы и не знаем, и сейчас, в который и не ожидаем, и похищает нас. И громко воскричала жена, и прибежал муж ее, и начал плакать и рыдать. И услышали родственники, друзья, и сошлись вместе, плача. И снова призвал человек тот врача, и обещался много дать ему из имени, если он избавит жену его от смерти. И многое ее лечил врачами, но безуспешно, и умерла жена. И был человек тот, уже один, и уединился в доме своем в великой скорби. Друзья же и ближние его советовали ему, постоянно убить змею, говоря, или ты хочешь, чтобы и тебя она ужалила. А он же пошел на место, истерег ее, как бы убить ее, и увидел бисер чистый, многоценный, и взял сей жемчуг, и в радости великой забыл смерть жены и сына своего. О, безумие и бессмысленность! Как обольщает нас дьявол похоть и имение, как обольщает прелестью жизни сей, и делает нас чуждым своего спасения. И предаст нас он вечному огню, что мы, как на удочке у рыбака, видим это сребролюбие и хватаем за него, так и мы обольщаемся имением, славой, света сего. Поистине бы, мир сей в обольщении живет, прельщением сребролюбия всегда слепой и глухой забывает находящие на него злые дела и беды. Сотвори же змей лето дней, подающий на всяк день бисер. И, видя человек множество бисера, радовался. И в пище без печали пребывал, и внезапно змея укусила его в ногу, и возопил он очень сильно. И прибежали к нему родственники, друзья, плача и укоряя его, что он не убил змея, и призвал врачей, и они не смогли его урочевать. Когда же человек отчаялся в человеческой помощи к Богу, тогда при тех говорят все, Господи, ты мне только сделай, чтобы я выздоровел и покаюсь, и уже не буду соблазняться жизнью сей, и расточу.